Ну вот, в школе мы с тобой все купили, остался только портфель. Портфели и букеты, улыбки во весь рот. Давай простимся с летом, настал учебный год. Совсем скоро для школьников наступит 1 сентября. Однако многие из них оказываются не готовы к учебе, как физическим, так и моральным. Как родителям помочь своим детям, мы узнали у экспертов. Кирилл Пестов уже третиклассник. Учится он хорошо, потому что все успевает. И сделать уроки, и мяч во дворе погонять. За это лето не только успел отдохнуть, но и повторить пройденный материал, чтобы быстрее исправить свою единственную четверку. Мне жаль, что лето уходит, но все-таки в школе есть и радостные события, а не только уроки. Допустим, футбол с друзьями, вообще общение с друзьями, бегать с друзьями на перегонки. Снежки и многое другое. Настроиться на учебу ему помогает мама. Они вместе составили расписание на учебную неделю. В нем предусмотрено все – занятия в школе, секции, а также время на отдых. Прежде всего, подготовиться нужно родителям. Ведь от их состояния зависит и состояние ребенка, и атмосфера в семье. Особенно от женщины, от мамы. Не нужно настраивать негативное ребенка против школы. Вспомните себя в детстве. Ведь это новые знакомства, новые впечатления, новые знания. Также важно с ребенком проговорить, кем он хочет стать в будущем. И определить для себя важные дисциплины, которые будут интересны для него. И он будет с удовольствием идти в школу. По словам врачей, в первую очередь следует обратить внимание на режим сна ученика. На него должно отводиться не менее 10 часов. Нередко за лето распорядок дня сбивается. Специалисты рекомендуют восстанавливать его постепенно. Укладывать ребенка на полчаса раньше, чем в предыдущий день. Так организмы лучше адаптируются к новому графику. Также перед началом учебного года стоит посетить детскую поликлинику. В шестилетнем возрасте ребенок должен пройти специалистов таких, как педиатр, хирург, ларинголог, окулист, невролог, стоматолог, психиатр. У девочки должны пройти обязательно гинеколога, у мальчики также уролога. И хирург, и ортопед должны осмотреть деток шестилетнего возраста. Из анализов должны сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, узи органов брюшной полости, узи сердца. В семилетнем возрасте списочек немножко отличается, и детки должны пройти педиатра, хирурга, окулиста, ларинголога, общий анализ крови и общий анализ мочи тоже соответственно. Без здорового питания трудно хорошо учиться в школе. Рацион должен быть сбалансирован. Употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, крупы, свежие овощи и фрукты. Ребенок должен питаться 4-5 раза в день и не пропускать завтрак. Важно создать позитивный настрой перед учебой. Для этого можно привлечь ребенка к подготовке, вместе выбрать канцелярские принадлежности, а также проверить гардероб. Если школьник будет вовлечен в этот процесс, то будущее обучение вызовет у него интерес. Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События.